И так, дорогие друзья, всех приветствую! Сегодня с вами ProGamerX и сегодня я решил вам рассказать о сравнении игры Horizon Forbidden West на двух разных платформах. И заодно мы посмотрим, сможет ли PlayStation 4 справиться с графическим показателем этой игры и сравним ее с графикой на PlayStation 5. Готово? Погнали. Ну и так, ребят, в первую очередь стоит отметить на детализацию задних планов, что на PlayStation 4 этот скриншот с PlayStation 4 сделан, а этот с PlayStation 5. И как мы видим, детализация совершенно ничем практически отличается. Ну, единственное отличие только, наверное, может быть в картинке. Вот этот скриншот с PlayStation 4, а вот этот с PlayStation 5. Единственное только, наверное, все, что нам прибавляет PlayStation 5, это, наверное, яркость элементов костюма. Вы обратите внимание, что практически у героини даже каждую частичку лица, веснушки видно и все это тому подобное. Но просто очень подчеркнуты именно элементы. Задние планы, обратите внимание. Ну, единственное, они стали только ярче по сравнению с PlayStation 4. Вот если мы сравним скриншот с PlayStation 4, то здесь они немного чуть блеклая картинка и не так выражена детализация самой героини. Ну, и сам видите, костюм, что не менее яркий, чем на PlayStation 5. Да, в целом можно сказать, что PlayStation 5 выдает очень четкую и хорошую картинку, ребят. Но, по сути, мы не видим никакого отличия здесь. В следующем видеоряде я расскажу о более подробном сравнении, дорогие друзья. Честно, я на данный момент не увидел никакого отличия, что на PlayStation 4, что на PlayStation 5, ребят. Эту игру потянет любая консоль, так что я не вижу какого-то отличия между PlayStation 5 и PlayStation 4. И отдавать деньги только ради такой детализации, это будет слишком глупо. Итак, переходим к следующему видеоряду. Итак, теперь проведем сравнение элементов карты на PlayStation 5, ребят. Как выглядит карта и дальность пририсовки на скриншотах PlayStation 4 и PlayStation 5. Но, повторюсь, я, как уже я сказал, для меня, честно говоря, никакого отличия не было. И я вообще не увидел никакой разницы ни в прорисовке, картинке, ничего. Ну, единственное, вот если именно придираться к частоте кадров, то да, на PlayStation 5 прорисовка, вот даже вот боевки, вот обратите внимание, это на PlayStation 4 геймплее. Он намного как-то более, более-менее обладает красками, в отличие от играющей боевки на PlayStation 5, ребят. Вот опять, допустим, на PlayStation 4, допустим, вот видите, вот есть плавающие окна, планшафт. Вот уже боевка на PlayStation 5, ребят. Теперь вам понравится. Потому что единственное, повысилось качество, ребят. Так, заранее предупреждаю, будет еще один видеоряд, ребят, где я расскажу о самом геймплее. Поиграем на PlayStation 5 и сделаем сравнение именно. Я выложу два геймплея, так что ждите, ролики будут интересными. Ну, допустим, передвижение верхом на PlayStation 5, вы видите, качество звука и картинки совершенно разное. Поэтому я именно стараюсь сделать акцент сейчас на том, чтобы увидели всю красоту в игре двух разных картинок. Вот, допустим, на PlayStation 4 прорисовка. Ну, как вы видите, я вот, честно говоря, честно признаюсь, PlayStation 5 не принесла никакого next-gen. Ну, четкость картинки повысилась, 4К разрешение и все. Это все, чем может порадовать PlayStation 5. Игры те же самые, только единственное, за такое устройство отдавать 85 тысяч, ребят, ну, извините. За эти деньги можно собрать и нормальный ПК. Допустим, дальность прицеливания. Ну что, спасибо за просмотр.